Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. 1 января 2016 года. Я ещё жив. У нас с женой есть традиция. 1 января 2016 года мы идём в баню. На самом деле нет, мы идём в кинотеатр. У нас вечер 1 января всегда проходит в кинотеатре. А мы сейчас мы смотрим два фильма. Какие в этот день там премьеры. Сегодня мы посмотрели российские комедии. Самый лучший день. Раз. И вторую. Страна чудес. Российские новогодние комедии. Хотя первую, наверное, так и не назовёшь. Что я хочу сказать? По-хорошему, ну, по атмосфере, пожалуй, мне понравилась Страна чудес. Но так, чтобы сказать, что прям мне, что первое, что второй фильм сильно понравились. И что мы их как-то будем пересматривать, конечно, они нам запомнятся вообще. Очень-очень вряд ли. Первый фильм от создателей фильмов «Горько» и «Горько 2». Жора Крыжовников, его «Злая жена» в главной роли, как всегда. В этот раз это музыкальная комедия со вставками музыкальных номеров. Честно говоря, странный фильм, потому что всё комедийное в нём. Да-да, ДПСники ловят, вон стоят. Уже очередь из машин стоит. На Повылавлю? Ну, конечно же, блин. После Нового года всех проверить же надо. Кстати, нам повезло, слушайте. Нас не взяли, а вот перед нами машина была, остановили. Фильм... Как сделана, типа, комедия в данном случае? Жора Крыжовников посмотрел в интернете всякие смешные бытовые сценки и перенёс их в художественный фильм зачем-то. То, что мне было смешно смотреть в интернете, когда неизвестные люди, у них вот случайно какие-то получаются странные ситуации, смотреть в художественном фильме, ну, меня это не веселило почему-то. С другой стороны, вот эта идея сделать такой мюзикл, что ли, хотя это не мюзикл, ну, справились современные, ну, и там, постарше песни, и перепевались как бы внутри фильма, вот это неплохая идея. Мне жалко, что её было маловато. И хотелось бы, знаете, что-то такого, если кто смотрел «Мама мию» мюзикл на основе песен Амбы, вот если бы они этот фильм «Самый лучший день» дотянули до такого, ну, хотя бы стремились к такому уровню, было бы очень неплохо, потому что эти все музыкальные номера вполне себе живенько и интересно. Хотя вообще мне этот фильм больше кажется бенефисом Серябкиной, или как её зовут. В общем, там одну из главных ролей играет певица из группы «Серебро», которая вот она нам очень органично выглядит, и музыкальный номер «Целеноглазое такси» с ней, по-моему, самый прикольный, что из того, что там было. Всё остальное, ну, как-то странно... И сам сюжет странноватый, и конец странноватый, потому что внезапный хэппи-энд не основанный ни на чём абсолютно. Хотя это претензия к новогоднему фильму такая притянутая, но вопросы были. А «Страна чудес» — это опять набор из разных историй в стиле ёлок. Вот только там нету загадрового голоса, что где-то там в Калининграде девочка Саша загадала желание, и он... этого нет, просто четыре, по-моему, да, или пять. Четыре или пять историй, по-хорошему, между собой вообще никак не связанных, типа новогодних. Но при этом сам фильм немножко подобрее будет, что ли. Хотя, опять же, там и бухие русские, которые, пропившись, вытворяют всякое, и... там даже две новолы с бухиной получаются. И милиционеры... полицейские, извините, странные. В общем, для 1 января, для 2 января, когда зрители с мозгом разжиженным, салатом оливье, идут в кинотеатр, фильмы, пожалуй, нормальные. Но если вы захотите смотреть что-то умное, пожалуй, на эти фильмы идти не стоит. Если бы меня спросили, какой из этих двух фильмов выбирать, ну, мне чуть больше понравилась «Страна чудес». Но вполне нормальные обе, как новогодние комедии, можно их пропустить. Если бы они вышли в мае, если бы они вышли в октябре, это была бы фигня полная, по моему скромному мнению. Ну, и, в принципе, 1 января удался. Все, всех с Новым годом! Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Давайте начнем ударно работать в Новом году. Всем пока!